Добрый день, Алина Егоровна, спасибо, что пришли. Как относитесь к народному термину «трудные дети»? Я бы сказала, что «трудные дети» термин, он-то, смотря для кого он трудный, что мы видим под понятием «трудные дети». Неудобные, либо они слишком активные, либо они слишком непослушные, либо слишком веселые. Что такое «трудные дети»? Но, как я понимаю, ребята, которые совершают правонарушения, ведут себя не так, как все, выделяются из толпы в негативном плане. Список можно продолжать. Конечно, да. Есть дети с поведениями, с конфликтом, в законы, которые вступают, естественно, которые не соблюдают правовые нормы, например, зная по незнанию, либо по знанию, либо по условию причины, которые были созданы их родителями, они нарушают законодательство. Есть разные причины. Наверняка неоднократно вы, коллеги, анализировали ситуацию, а что, если трудные не ребята, трудные родители? Конечно, это апариори так, потому что дети подражают своим родителям. И у трудных родителей, как правило, трудные, можно сказать, трудные дети. Что такое трудные? То есть родители, которые недостаточно уделяют внимание своим детям. Есть какое-то семейное неблагополучие, что является условием и причиной совершения ребенка правонарушения, преступлений. Есть среда, которую родитель не рассмотрел вовремя. Есть плохая компания, которая увлекла ребенка. Есть то, что родитель сам не видит или не хочет видеть проблем в семье, в себе, что является, естественно, критерием и лакмусовой бумажкой поведения ребенка. Это все от нас, от родителей. Хотя справедливости ради проблемы встречаются и в благополучных семьях. Конечно же, мы говорим, понятие благополучия, оно очень, не совсем, не всегда связано с материальным достатком. Не всегда. Это не всегда, чтобы были продукты. Это не всегда, чтобы было обеспечение финансовое, очень серьезное. Ребенку психологи говорят, что нужно иметь психологическую защищенность такую. Потребность быть услышанным, чтобы быть значимым для своих родителей. Потому что дети любят своих родителей любыми. А вот родители иногда хотят, чтобы дети соблюдали, были вот то, 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 то было. А если они вот не достигают, тогда они... Повод задуматься. Какие правонарушения ребята из Гомеля чаще всего совершают сегодня? Ну, актуальное нарушение антиалкогольного законодательства 17.3. Часто мелкие хищения. Часто хулиганские действия. Предметом вообще преступных повседневательств являются мобильные телефоны. И также денежные средства посредством компьютерной техники. Какие из правонарушений молодеют? Ну, в основном это кражи. Нарушения антиалкогольного законодательства. Страшно ведь то, что возраст самих ребят в этих правонарушениях становится все ниже. Есть дети, которые нарушают законодательство до достижения возраста уголовной, административной ответственности, конечно. Но мы над этим работаем, естественно. Проводится ряд профилактических мероприятий, естественно. Работа с детьми, с родителями, что дает свои определенные результаты. Ситуации бывают разные. Например, каждая суббота и в учреждениях образования шестой школьный день, куда приглашаются дети для занятий с физкультурой, спортом, творчеством, дополнительными занятиями. Однако некоторые родители считают, что ребенок и так очень сильно устал в учреждении образования за учебную неделю и не может посещать, и отказываются от предложений, например, классных руководителей. Например, какие-то профилактические мероприятия межведомственные проходят. Но по факту оказывается, что ребенок от посещения учреждения образования устал, а почему-то в это время, в субботний день, распивает напиток, спиртные напитки ребенку, например, 13 лет. И такие случаи есть, и родители должны понимать, что ребенок, где в субботу их ребенок, где он отдыхает. Лучше бы он, конечно, отдыхал, спортом бы занимался в учреждении образования, в какой-то спортивной школе. Был под надзором и занят. Под надзором был, конечно, был занят конструктивной деятельностью, а не просто ходил где-то, где родители не знают, где он ходит. И в завершение. Комиссия по делам несовершеннолетних в регионе более 100 лет. Как за это время поменялись методы профилактики? Что сегодня однозначно эффективно? Однозначно эффективно. Интерактивные методы работы с несовершеннолетними. Это интернет-пространство, это всевозможные квесты, это всевозможные, вот сейчас в городе Гомеле мы практикуем правовые площадки, диалоговые площадки по правовой направленности, где дети могут, несовершеннолетние могут проговорить какую-то ситуацию, обсудить, не согласиться, возможно, узнать про ответственность, отработать какие-то моменты на практике. То есть, если квесты предполагают же знания, нормативные базы, то есть там подсказок нету, ее нужно знать. Спасибо за это интервью. Действительно, свои права и обязанности нужно знать. Будем считать, что это повод задуматься. До встречи в эфире. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok